добрый день коллеги как меня слышно поставьте плюсики пожалуйста как меня слышно слышно или нет по десятибальной шкале напишите мне пожалуйста меня слышно отлично все замечательно я буду стараться не кричать да конечно же знаете как вот любое мероприятие на котором мы были она давала такой мощнейший заряд такую возможность знаете как внутреннюю внутреннее понимание соединения с компанией с успешными людьми и вот каждое мероприятие она по-своему вообще шикарно потому что вот на каком бы мы не были каждый отличалась и каждого из вас ожидает подобное мероприятие когда вы достигнете квалификации директора но точно так же помимо москвы и помимо компании есть еще в регионах мероприятия обязательно их нужно посещать потому что они дают заряд энергии они дают возможность соединения они дают информационный блок который вам пригодится вашей деятельности вашей работе ну а сейчас давайте мы с вами перейдем к моей истории успеха она огромная постаралась буквально немного совсем чуть-чуть уложить вообще свой опыт и свои кто я и что я в одной презентации надеюсь что я чтобы вас долго не задерживать и так зовут меня курячая татьяна я консультант компании faberlic в статусе рубиновый директор настоящий момент но все начиналось совсем не с этого то есть я бы не была консультантом я была совершенно простым человеком и кто я откуда я пришла вообще первое что я бы хотела сказать что я родилась в казахстане сама я украинка а живу сейчас на урале поэтому получается что вот знаете как обширная такая история моей жизни поступала я на актера театра и кино в свое время очень любила это возможно поэтому сейчас удовольствием стою на сцене всегда мечтала об этом но когда я поступала я выглядела совершенно по-другому и естественно меня никуда не приняли потому что там подбирали определенных людей которые чувствуют и внешний облик и имидж и понимание я была другими мыслями другими веяниями другими глазами смотрела на этот мир и актер должен быть абсолютно разным поэтому когда я поступала это не состоялось но в любом случае в красноярске я попробовал свои пути туда получилось так что раз я не поступила договоренность с родителями была такова что если я не поступаю то я еду сюда на урал в мяс в электромеханический техникум и я поступила в электромеханический техникум без экзаменов потому что у меня был хороший диплом я были пятерки были четверки но были и тройки конечно же я обычный простой человек вообще я в жизни начинала я оператор станков программного управления то есть я работала с роботами создавала программы для этих роботов и в какой-то момент тогда уже когда я еще раб уже закончила и работала на заводе то уже тогда у меня была предпринимательская жилка потому что все девочки они были просто на знаете как уже тогда мне хотелось жить лучше и уже тогда я хотела зарабатывать больше денег и девочки все работали на ставки то есть вот отработали свое время и ставку получили меня этого было недостаточно мы еще не были женаты с мужем но в любом случае я хотела всегда лучшей жизни и тогда я просто-напросто пошла на сделку на свой страх и иск вместе со всеми мужчинами я почему это рассказываю потому что у каждого из вас вот вы сейчас пришли и многие новички у каждого из вас вашей жизни есть что-то такое которое вы можете вспомнить когда вы старались быть лучше когда вы старались быть где-то сильнее добиться чего-то большего своей жизни вот так и было у меня то есть измеряйтесь тем что у вас было в жизни и пробуйте это переложить на компанию фаберлик на свою деятельность так вот вот тогда я перешла на сделку и понимала чтобы зарабатывать хорошо я создала специальную программу которая прекрасно работала которая дело большее количество деталей и которая то есть брака было очень мало поэтому потом эту программу меня уже буквально забирали мужчины и просили таня дай пожалуйста потому что у них были проблемы с этим в 21 год я стала многодетной мамой сразу у нас с мужем родилось трое близнецов сыновей все вы их сейчас знаете это курячий алексей курячий павел курячий максим вот такие мы смешные с правой стороны молодые мужу было 20 лет мне 21 и вот нас прям вот нахлобучила это может быть поэтому мы привыкли жить по-другому может быть поэтому мы действительно знаете уже сейчас делаем какие-то другие действия чтобы наша семья была более успешной более счастливые потому что мы нахлебались по самое самое потому что в именно в 90-х годах как раз это было вот перестройка это было очень очень много катаклизмов очень много ситуаций когда люди очень плохо жили и если когда кто-то мне говорит правильно тебе легче ты живешь замечательно то они ошибаются я прошла и крым и рым знаете как и и медные трубы и чего только у нас не было потому что есть было абсолютно нечего абсолютно было нечего есть не во что одевать детей и мы крутились как ушли с завода и начали работать работать вначале на базаре продавали вещи и сапоги потом мы еще придумывали разные предпринимательские деятельности то есть пробовали обеспечить семью вместе потому что денег не хватало ну вы сами понимаете те у кого есть детки понимают что то такое это одеть ребенка а нужно было три кроватки спасибо большое анастасия три кроватки три шубки трое штанов это только в одном экземпляре и ну и многое многое другое и жили мы с родителями константина а то есть моего мужа его тоже вы все знаете многие являются консультантами в его структуре и мы жили с родителями у нас не было своего жилья и точно так же мы пытались добиваться я почему акцент делаю на этом для того чтобы вы поняли что я такой же человек как и вы точно так же в какое-то время мне много чего не хватало я работала в ларьке причем работала с мужчинами которые любили выпить и уже там я придумала огромное количество возможности чтобы продать побольше затем я была продавец на базаре потом продавец в магазине колготок и там предпринимает у меня подруги пригласили продавцом потом старший продавец в отделочных материалах вместе с семьей я работала старшим продавцом потом я ушла и стала пошла в управляющий магазин элитных колбас и магазин из минус 80 перевела в плюс 30 но потом ушла оттуда потом я была товароведом кассиром крупного гастронома и здесь знающие меня люди пророчили что я буду директором но случилась ситуация и вдруг меня пригласили в сетевой я еще работала в гастрономии я из минус 50 этот магазин вывела в плюс 50 но меня пригласили в сетевой и что же стало происходить дальше то есть я проходила много путей я еще и швея мотористка я еще и его бухгалтер и чего только я не проходила и было знаете как службе занятости как безработная то есть в общем много 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 чего произошло в моей жизни и случилось такое что я начала просто пользоваться продукции меня пригласили на один из семинаров и вот именно этот семинар стал точкой отправной моей для деятельности потому что вот вы видите я в центре мужчин сижу это многие сейчас драгоценные директора кто-то ушел но в любом случае тут есть слева и это ваш высшестоящий наставник заварухин олег и вот я окунулась в этот мир вы видите какие мы смешные это был 2000 год мы еще такие одеты в смешную одежду в свитерочках но зато бизнесмены с силой желания вырасти и добиться очень больших результатов кстати на верхней фотографии по центру сидит девушка в кожаной куртке и с маленьким ребенком видите с мальчиком этот наша светлана заварухина национальный директор и вот так вот мы выглядели смешное и забавно и поэтому все проходили через этот путь я сказала бы так что меня заманили хитростью потому что посадили на продукт у меня знаете как у меня была большая проблема вообще на лице у меня были была угревая сыпь огромные шишки которые я не могла вывести ничем ни один косметолог не мог мне это убрать я практически не вылазила из косметических салонов но толку было ноль да да огромная мотивация я когда попала туда я познакомилась они тогда еще были директорами кто-то был просто вице-директорами и когда я началась с ними знаете как разговаривать я вдруг поняла что они оказывается знают чего-то большего чем я потому что мне казалось это как крутая я столько бизнеса прошла я столько вообще вот такая вот магазин могу из минус плюс перевести что я много знаю оказалось что я немного знаю я очень многое не знаю это вы даже сейчас сами для себя можете например понять что вы чего-то не знаете когда кто-то говорит я все знаю я думаю ну что человек зря так говорит потому что вот у моего отца была такая фраза сколько мы своей жизни живем столько мы в ней учимся все зависит от нашей силы желания видимо силы желания была у меня огромная и пришла ко мне знакомая в магазин предложила мне продукцию я купила один крем но чтобы он она отвязалась от меня честно вот вот это знаете как наши клиенты надо от нас чтобы отвязаться они покупают один крем ну ладно но когда я начала им пользоваться я влюбилась в этот крем я просто начала чувствовать другое начала чувствовать это веяние кислорода я начала чувствовать что сквозь кожу проходит воздух и мне так стало удивительно я знаете я как бегала к зеркалу смотрел мне казалось что мое серое лицо становится белым она оставалась прежним но она была вот какой-то по ощущениям другое и тогда я ей позвонил и говорю слушай знаешь давай попробуем комплекс да правильно дарья а те кто хочет много тот добивается через трудности через какие-то ситуации сложные и я позвала сама ее и она мне подобрала комплекс стоимость комплекса тогда было 1700 рублей моя зарплата была тогда полторы тысячи рублей представляете стоимость комплекса всего больше чем моя зарплата мне еще нужно детей кормить а мне еще нужно мужу сказать куда я делал свою зарплату я сказала говорю давай мы в рассрочку купим и знаете как я оставала в пять утра чтобы мой муж не увидел что я купила себе такие дорогие крема и в тихушку от него прятала наносил их на лицо чтобы стать лучше и красивее чтобы улучшить свое состояние кожи это потому что на полторы тысячи скрывала и постепенно оплачивала потом однажды пришла моя подруга и ну вот эта знакомая и говорит давай мы тебя зарегистрируем это зачем мне это не надо она да будешь пользоваться ты со скидкой куда не надо мне этого поэтому когда ваши люди говорят вам нет например кого-то вы приглашаете это не значит что ты навсегда нет я столько раз и говорила нет что она просто-напросто не отстала от меня то есть она продолжала мне звонить она продолжала ко мне приходить она говорила ты все равно пользуешься продукции она тебе нравится давай давай будешь пользоваться со скидкой тебе же нужно для семьи я чтобы она от меня отстала опять чтобы отстала я зарегистрировалась это сейчас бесплатная регистрация а тогда стоимость регистрации было почти 400 рублей мы покупали сразу комплект продукции но в тем наш любимый тогда он был аквафтем и то есть комплекс продукции он был платный ягод я чтобы от меня она отвязалась я зарегистрировалась и начался мой путь в сетевом вот я начала где-то пробовать продавать я где-то пробовать кому-то предлагать очень много что не получалось очень много что не выходило но произошла еще одна такая ситуация когда мне начали звонить мои вышестоящие директора меня мои наставники ждали лет 10 пока я созрела вот выдержка да вот смотрите была какая ситуация мне начали звонить мои наставники они начали меня оповещать они говорит вот приедет олег заварухин вам нужно послушать я говорю да 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 конечно но я не могу я придумала различные отговорки чтобы не пойти на то или на другое мероприятие я придумывала что у меня там что-то где-то болит чтобы меня куда никуда не выдернули то есть я упиралась знаете как мое упирание было два с половиной года когда ваши люди например упираются не некоторое время не оставлять их в покое потому что вы можете дать им намного больше чем они предполагают они не знают куда вы их приглашаете то есть не все кто привилегированные покупатели сразу же начнут строить бизнес кто-то начнет пользоваться продуктом а кто-то начнет действительно строить бизнес а кто-то будет упираться и не приходить никуда и вот так я упиралась упиралась и упиралась под боком мужа всеми усилиями и фибрами все-таки потом однажды согласилась и когда согласилась меня а мне рисовали какие-то шарики многие многим из вас рисует наставники вот эти шарики вот 10 ты зарегистрировал под тобой зарегистрировался а потом вот там вот так как такое количество зарегистрируется я понимала что я такая полная найти как ну в кавычках конечно но полная дура потому что я вообще не понимаю чем говорят называли другие сетевые компании название я не понимала вообще о чем говорят у меня было такое ощущение, что со мной разговаривают на английском языке. Английский я не знала, потому что я изучала французский. И для меня было это так сложно и так муторно. Ну, видимо, из-за того, что моя, знаете, как, мои амбиции, желание быть вот в курсе всех событий, заставили меня всё-таки решиться. И вот когда уже наступил момент, что я начала делать продажи, у меня стали получаться продажи, я начала делать какие-то объёмы определённые, ну, маленькие, 65 баллов всего лишь, и то не каждый каталог. Мой наставник, Зырянова Вера Борисовна, это как раз та знакомая, которая меня заставила зарегистрироваться, она меня пригласила к себе на обед, сказала, у меня к тебе есть предложение, от которого ты навряд ли откажешься, но если ты надумаешь отказаться, то ты точно сможешь отказаться, я тебя тянуть никуда не буду. Я говорю, скажи сейчас, по телефону, мне очень не хотелось идти. Она сказала, не скажу, скажу там. То есть, вот с одной стороны она хитростью меня заманила, с другой стороны низкий поклон ей и большая, огромная память, потому что моего наставника и вашего вышестоящего наставника, Зырянова Веры Борисовны, нету в прошлом году, ну, года ещё не прошло, как она ушла в мир иной, я ей очень благодарна за тот момент, что она меня, во-первых, пригласила в компанию, во-вторых, за то, что она меня вот дёргала постоянно, за то, что она меня привела именно в бизнес, потому что она меня за руку привела. Она провела презентацию, провела анкетирование, и она просто-напросто сказала, напишите, сколько вы хотите зарабатывать. Я сказала, я ведь напишу, я от тебя не отстану. Она говорит, пиши, пиши. И когда мы написали все, нас было два. 20 человек, кого пригласила она, и все мы, кто написали, была часть людей, которым она подарила пробники, ещё кое-что рассказала и отправила домой, и была часть людей, которых она оставила, потому что мы в тот момент, зарабатывая полторы тысячи рублей, я, например, написала 10 тысяч, другие написали от 5 и выше, потому что для нас это было что-то запредельное, как, может быть, для многих из вас 50 и 100. Мы написали, как раз она увидела, что именно мы хотим намного больше, чем все остальные. И началось обучение. Обучение, отработка на практике. Насколько это было муторно. У меня до сих пор лежит эта тетрадка. Когда я начинаю там читать, я не понимаю, что я там написала, потому что я просто фиксировала, я просто конспектировала, но не понимала, о чём мне рассказывают. То есть в своё время я абсолютно не понимала, что такое MLM-индустрия. Я абсолютно не понимала вообще, как это должно двигаться. Ничего не понимала, но силы желания была высока. И начались каждодневные действия. Говорит мне мой наставник, нужна работа в трёх метрах каждый день. То есть это каждый день нужно было мне рассказать пяти людям, что я фаберлик, сделать статистику. Я шла через усилия, через страхи, через возражения это делала. Каждый день. Когда я это делала, мне было безумно страшно. Но буквально я вам рассказываю эту историю, что вы, может быть, на себя можете переложить и понять, что сейчас с вами происходят такие ситуации. И, возможно, где-то вы упускаете те моменты знакомства с людьми. Благо сейчас есть интернет. Раньше интернета не было. Сейчас можно точно так же через интернет не менее пяти людей в день рассказать, что вы фаберлик. Не менее пяти людей каждый день рассказать на улице, где бы вы не встретили. В магазине, в садике, хоть где. Я это делала. Мне говорит наставник, я делаю. Знаете почему? Как вы думаете, почему я это делала? Напишите мне, пожалуйста. Как вы думаете, почему я выполняла все, что мне говорил наставник? Хотелось бы от вас услышать. Напишите. Очень жду. Я буду пока рассказывать, пока вы пишете дальше, чтобы не останавливаться. Я проводила групповые мастер-классы. И это меня прям вот заставляли делать, но я делала. Очень их боялась. Очень. Групповые мастер-классы, они были показательными. То есть, например, я жду от вас, что вы мне напишите, почему я делала все, что мне говорил наставник. Ваш взгляд и ваши мысли, как вы думаете. Групповые мастер-классы были какие? Первый мой групповой мастер-класс это были все мои подруги. Это было 7 человек. Мотивация, правильно. Это было 7 человек моих подруг. Вот знаете как? Я просто-напросто пригласила их и трясущимися руками делала на одном человеке мастер-класс. А остальным рассказывала, что такое фаберлик, что такое продукция, как она работает. Я очень мало знала. Но то, что я выучила, я то и рассказывала. Коллеги, еще жду от вас. Как вы думаете, что именно меня сподвигло к тому, чтобы я это делала? Потом я уже стала делать гораздо чаще групповые мастер-классы. Ответственность ответственная, потому что возможно, да, Анна. Есть еще один момент, пока его никто не написал. И начались регистрации и продажи. Я стала супер продавцом. Я продавала на 600, на 800 баллов. То есть в тот момент тогда были другие цены, тогда были другие баллы. Совершенно по-другому выглядел маркетинг-план. Я продавала на 600, на 800 баллов. Я понимала, что раз я не могу пока еще заработать как директор, то я могу заработать для своей семьи вот эту разницу с продаж. Я бешеными пачками просто продавала. Несмотря на то, что я работала в магазине, еще продолжала товароведом-кассиром, и рабочий день мой был с 10 утра до 11 часов вечера. То есть я умудрялась продавать во время работы, во время движения на работу, во время того, когда я бежала за детьми в садик, а у меня еще в вечернее время нужно было кормить детей, трое детей, а готовила я по 5-литровыми кастрюлями. Потому что, знаете как, по 40-45 котлет я делала, и это съедала за полтора дня. Вермишель варила, то есть ведро практически картошки и толченой я это делала. И муж еще, а он ведь тоже мужчина, он же тоже любил кушать. И стирка, и уборка, все это было то же самое, что и у вас. И бегали они, и дрались, и вокруг меня носились, и с ними позаниматься надо было. Но моя сила желания, ой, перезагрузили, ой, с Наталья. Смотрите, никто пока не написал, я скажу. Самое важное, если вы заметили, с самого начала, когда я начала работать, моя сила желания была жить лучше. Это раз. И когда я написала 10 тысяч хочу зарабатывать, 10 тысяч рублей, зарабатывая полторы, я просто понимала, что есть, мне сказали, будешь это делать, будешь зарабатывать. Тогда доход директора был 10 тысяч, не больше. Сейчас он более 40 тысяч, а тогда он был всего 10. И я настолько этого хотела, что я просто понимала, если я это буду делать, раз наставник говорит это, он знает, зачем он это говорит. Я просто брала и делала. Когда даешь установку планку на себя, типа, а мне слабой, правильно говорите, сам себя уже тянешь за волосы, правильно, Оксана? Но важно, у меня была цель. Мне очень нужны были эти деньги. Во-первых, потому что мне муж говорил, ты занимаешься ерундой. Он смеялся надо мной, и мне хотелось ему доказать, что я не ерундой занимаюсь. Второе, была еще одна ситуация. Когда я съездила первый раз в Москву на форум, когда я увидела этих людей, вот внизу фотография, первый раз познакомилась с Алексеем Геннадьевичем Нечаемым, нашим президентом. А с другой стороны, с правой стороны, стоит мой вышестоящий наставник Лысенко Александр, под которым зарегистрирована была Вера Борисовна Зырянова. И мы сфотографировались нечаянно, и я познакомилась с драгоценными директорами, я увидела, насколько они интересные люди, насколько они умные люди. И в то же время они такие же, как и мы, простые, обычные люди, но они смогли это сделать. И мне так захотелось быть с ними и в их рядах, что я сделала, я уволилась с работы и все силы бросила в фаберлик. Так, смотрите, какая ситуация, я не призываю вас уволиться с работы, если вы работаете, но просто я говорю о том, что у меня была сила желания, раз. Второе, я очень хотела зарабатывать много, потому что первый форум у меня, я вложила 10,5 тысяч, а зарабатывала полторы. Я не помню, где взяла я эти деньги, я не помню, как я их достала. Я настолько хотела попасть на этот форум, мне просто отчаянная, да, вот рискованная, знаете как, отчаянная, сделала, знаете как, бросила себя под танк. Вот я просто замечаю, что когда я себя бросаю под танк и делаю такой момент, который я не могу остановить процесс, и он уже идет сам с собой, мне приходится вкладывать намного больше усилий, намного больше энергии в это. Простите, и вот началось мой путь в Фаберлик, я прям начала обучаться, обучаться, обучаться. Я просто покажу, насколько много вообще я прошла обучений, я даже не просто прошла обучение, я просто открыла свой офис, причем зарабатывая, знаете как, я еще... Нет, вначале я открыла квалификацию директора, и открыла я ее за три месяца, то есть настолько была сила, желание, деваться было некуда, правильно, Москва за нами, правильно говорите, Оксана. Мне было деваться некуда, и я за три месяца открыла квалификацию директора после увольнения, по танк точно, и когда открыла квалификацию директора, 10 тысяч я зарабатывала, мне так это обрадовало, что я зарабатываю такие деньги. Точно, Даша? Да мы все похожи, мы приходим все друг на друга, всегда консультант приходит на наставника, у Дарья у тебя, посмотри, твои консультанты приходят на наставника, и действительно мы повторяем друг друга. И после этого я открыла офис, офис во дворце, помпезный такой, 38 квадратов, вообще было круто, мы проводили обучение, мы выдавали продукцию, мы проводили презентации там, но самое интересное, это сейчас мы получаем продукцию в офисе, где привозят компании, у нас такого не было. Я сама на себе лично, вот видите, я стою по центру в джинсах, в джинсах, в пиджаке беленькая, маленькая, таскала на себе по 7, по 8, по 10 коробок больших фаберликовских из Челябинска. Вот правый нижний угол, это вот электричка, я таскала на себе эти коробки для людей, я заталкивала в электричку, никто меня не встречал, муж встречал вечером с электрички, но машины не было, встречал и ехали мы на такси, я платила за такси. Мы гоняли на такси и на электричках, ездила я один раз в неделю, каждую неделю я ездила и таскала вот эти коробки ради людей, то есть это были большие трудности, у нас были маленькие каталоги, было меньше продукции. По центру вы видите, это мы проводили вот такие крупные презентации, мы объединялись, мы проводили презентации, раздавали листовки, приглашали людей. Слева вы видите, это мы ездили, делали выставку продажу в дома отдыха, мы возили на себе сумки, это сейчас говорят, что сетевик это тот, который таскает на себе коробки. Да, действительно, раньше мы на себе таскали коробки и сумки, сейчас компания сделала совершенно другой шаг, компания сделала так, чтобы именно сетевик выглядел как бизнесмен, был в красивой одежде, чтобы он мог все сформировать, все есть возможно. У офиса есть личный кабинет в интернете, есть где вам доставляется продукция, где вы можете прийти и забрать, вы можете привезти клиенту небольшой заказ, и это будет очень красиво выглядеть. А раньше мы все таскали на себе, и поэтому очень многие привыкли, что сетевики это тетушки с сумейками, были мы тетушками с сумейками, точно, но благодаря этому мы действительно добивались успеха. Клуб по интересам, только интерес у всех один, повысить уровень жизни, хороший заработок и работа, которая нравится. Правильно, Оксана, действительно, мы поднимаем этот уровень в себе, потом люди к нам подтягиваются, которые хотят именно этот уровень поднять у себя, и приглашаем тех людей, приглашайте тех людей, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему. Но была еще ситуация, когда этот офис у меня функционировал, все было замечательно, и вдруг неожиданно появился человек в официальный офис, мне срочно, прям срочно пришлось свой офис закрыть, а было продукции на 160 тысяч рублей, продукции у меня на складе, раньше разрешалась продажа со склада, и трансферы мы делали, то в этот момент мне пришлось закрыть офис и выплатить за три месяца вот эту сумму. И, конечно же, приходилось мне очень много и долго отдавать эти долги, но даже это меня не испугало. Даже здесь, из-за того, что я официальный офис закрыла, я продолжала работать, я продолжала двигаться, потому что, знаете, я точно понимаю, что все трудности меня закрепляют. Именно трудности дают мне тот толчок, тот волшебный пендель, который заставляет меня расти. Возможно, поэтому я и расту. Давайте двинемся дальше, посмотрим, что же еще. Начался путь к успеху. Ну, во-первых, осознанное решение, что я решила заработать деньги и стать профессионалом своего дела. То есть, меня уже 10 тысяч не устраивали, мне хотелось больше. В 2001 году я получила первый сертификат по косметологии, потому что я в этом ничего не понимала. Я действительно сейчас разбираюсь в продукции. Я не практикующий косметолог, но я понимаю, как работает продукция. Я делаю косметические сеансы, я могу составить программы для клиентов. Я могу рассказать, что и как работает наш продукт. Я осознанно на это пошла. В декабре 2001 года я открыла свой первый склад, вот о котором я рассказывала. Дальше, это я вам уже рассказывала, то, что сейчас вы видите. В феврале 2002 года открыла квалификацию директора. То есть, смотрите, два с половиной года я была простым потребителем и простым консультантом. В марте 2002 я ее подтвердила. То есть, сейчас 8 каталогов надо подтверждать. А тогда было один месяц открою, на другой подтверди. Когда мне кто-то говорит, что февраль-март это не очень удобное время для открытия квалификации, нет. Это как раз очень мощное время, когда подарки можно это сделать. В апреле 2002 года у меня вырос подо мной директор. Это, кстати, наставник над Дарьей Титовой, Светлана Ульянич. Она очень быстро росла вместе со мной. И в тот момент она так выросла быстро, что меня посадила в директорскую корзинку. Когда вы будете изучать маркетинг-план, вы узнаете, что это такое. Почему мы вам часто говорим, обязательно личная группа должна быть у вас помимо ваших лидеров. Я на тот момент не понимала, и в квалификации старшего директора, хотя раньше квалификации такой не было, но в объемах квалификации у меня было 4,5 тысячи, ой, обманываю, простите, у меня было 8 тысяч баллов. На тот момент я получала очень низкие, обязательно, да, я получала всего лишь 3 тысячи рублей. А нужно было выплачивать долги, которые за склад, мы продавали продукцию в экстренном, дома выдавала ее. То есть трудностей было очень много, через огромные трудности проходило. И вот тогда я поняла, почему нужно обязательно делать комбинированную структуру. Мы вам об этом часто говорим, и я хочу повторно провести обучение, и будет у вас обязательно обучение по маркетинг-плану. Так вот, вот получалась такая ситуация, что я решила строить комбинированную структуру, чтобы зарабатывать больше. Двигаюсь дальше. И началось огромное количество проведений мероприятий. Во-первых, я вновь открыла офис. Мне не нравилось, что я от кого-то завишу. Мне не нравилось, что я у кого-то получаю продукцию. Я понимала, что я не могу собрать своих людей там. И мы открыли маленький крошечный офис. Он не был пунктом выдачи, он был просто офис. Он был всего 17 квадратов. Но какой у нас был там кипиш, у нас записывались на мастер-классы по очереди люди. То есть у нас было настолько мало места, что люди по очереди могли только трое человек проводить мастер-классы. И время у нас было расписано. У нас расписан был каждый час. И в каждый час трое человек делали трое мастер-классов. Там же мы проводили обучение, там же мы проводили дни рождения. Потом мы проводили крупные мероприятия на 50, на 150 человек. Делали региональные мероприятия. Делали мероприятия в ресторанах, как дни клиента. Это очень-очень огромное количество мероприятий мы проводили. И к нам приезжали вообще из Москвы и отовсюду. Видите, какой торт шикарный. Это вот мы вот такие мероприятия проводили. Ну потому что вот Наталья на самом деле, вы знаете как, рассказать можно много-много-много. Я рассказываю маленькую Толику и уже смотрю на время. Я уже должна заканчивать. А я вам еще не дорассказала. Я просто вкратце рассказываю, что просто сила желания, она дает такое ускорение, что не важно, где вы делаете. Делаете ли вы в оффлайне, делаете ли вы в онлайне, делаете ли вы мастер-классы, делаете ли вы презентации, делаете ли вы прозвоны, не важно. Важно, что вы делаете. И делаете это каждый день. И делаете это регулярно. И делаете не один-два часа в день, а воспринимаете это как нормальную работу, как бизнес. И делала, и делала, и делала. И обучалась, и обучалась, и обучалась. И постоянно поднимала свой уровень профессионализма, потому что натыкалась на многие ситуации, которые не знала. Например, я проводила огромное количество мероприятий вместе с командой, но в то же время понимала, что не все знаю до конца. Как-то однажды провела мероприятие, пригласила 150 человек, запланировала эту сумму, и в конечном итоге приехало всего 40. И опять стала должна 60 тысяч, а тогда это были совершенно другие деньги, как сейчас, наверное, 200. Стала должна, взяла кредит и потом выплачивала этот кредит. Но это я наткнулась на такие ситуации, потому что некомпетентна была. Сейчас огромное множество обучающего материала, как это все делать, тем более ваши наставники, профессионалы уже своего дела. Но это же не обучение, это намного интереснее, можно бесконечно слушать. А, правда? Понятно. Но даже и обучение бывает интересным, потому что, Настя, оно, знаете как, если действительно вам это надо, то вам будет интересно. Если вы найдете именно то, что вам важно. Здравствуйте, Лидия. Так вот, и вот таких ситуаций было много, и я натыкалась на трудности, и плакала, и рыдала, и миллион раз хотела уйти из компании. Были моменты, когда я говорила, все, не могу, сил больше нету. И было такое, что уходили консультанты, они не справлялись, и я оставалась с людьми, которые, ну вот совсем немного, но преданные. Это было на протяжении всего. Это сейчас, я понимаю, если человек уходит, ну что ж, это его право выбора, не страшно. Появятся другие, есть другие, слава Богу, люди, которые вместе со мной и которые вместе с нашей командой, которые хотят очень многого. А тогда рыдала, а тогда плакала, тогда искала в себе какие-то ситуации, а может быть я не права, может быть мне плохо было, может я так не как-то себя веду. То есть пересматривала свои какие-то ситуации, многое-многое другое. И многое-многое делали. И потом наступил такой момент, когда даже вот директор, который был первый директор, и Дарья у нее была, она вдруг сказала, что я ухожу. И она сказала, я ухожу, и для меня, представляете, у меня директор вырос и уходит. И мне показалось тогда, что у меня, знаете, как земля из-под ног выходит. И я говорила, может ты подумаешь, она говорит, нет, я ухожу, я хочу детьми заниматься, я не хочу, хотя на тот момент она зарабатывала больше меня. Но она приняла такое решение, и ее структура начала разваливаться. Почему нужно работать со своей структурой, почему нужно ее поддерживать? Структура начала разваливаться. И вот тогда я просто бросилась в ее структуру, начала прозванивать ее людей, начала звонить, спрашивать, может быть, кому надо, кому нужна моя поддержка, а может быть, кому-то нужно, чтобы я кого-то поддержала, а может быть, кому-то нужна информация. И вот тогда я познакомилась с Дарьей. Буквально один звонок, буквально мы с ней просто пообщались. И вот я этого не помню, а Дарья помнит, она вам расскажет свою историю успеха потом, как я ее пригласила в Москву, и как она рывком воли с маленьким ребеночком вдруг рискнула и поехала со мной в Москву. И познакомились мы с Дарьей Титовой буквально в поезде впервые. И вот какой путь уже дошел вот досюда. А тогда мы друг друга совершенно не знали. И таких было несколько человек, с кем мы общались. Но именно Дарья пошла и начала строить бизнес и квалификацию. Да, крутая команда, качественное обучение, сильные лидеры. Я так рада, что оказалась в ваших руках. Спасибо, Оксана. Потому что не все наставники занимаются над таким высоким уровнем. Мне есть чем сравнивать. Спасибо, Оксана, это очень приятно. Мы действительно поставили именно для себя планку профессионализм. Дети росли, поступали в Суворовск, поступали в институт. Вот когда я открыла квалификацию директора, меня поздравляли на сцене. Вот слева стоит мой наставник Вера Борисовна Зырянова. Далее стою я вот в таком, в смешных брючках. Да, Даша, обязательно расскажи, потому что твой путь, он очень интересный, очень. Многие не знают и не понимают, через какие трудности ты прошла. Вот в таком смешном пиджачке, в таком смешных брючках, вот такая я, вот такие сцены, в сапожках мы стояли. Там вот в удалении это стоит наш национальный директор Заварухина Светлана. И мы вот видите, мы все такие забавные. Дальше там Олег Заварухин. То есть мы действительно забавные. Мы больше желающие были, чем на самом деле. Это сейчас все уже сильные, все такие мощные, все уже одетые в дорогую одежду. А тогда нет. Мы проходили путь чистенький, аккуратненький, деловой. Главное, чтобы была одежда, которая показывала, что мы идем в бизнес. И звали с собой, знаете, как мы говорили людям, пойдем со мной. Она говорит, а чего ты добилась? А я говорю, пока ничего, но я очень хочу. И мы вместе с тобой достигнем высоких результатов. И на это приходили люди. Они просто на слово вместе приходили. И мы двигались и двигались. Это мы поздравляли меня уже, когда я директора сделала. Видите, одним цветочком. И началось мое обучение. Вот здесь фотография слева, это вот как раз Светлана Ульянич. Которая, вот слева стою я, справа Светлана Ульянич, наставник Дарьи Титовой. Она до сих пор есть. Она пользуется продуктом, она любит продукцию. У нее даже структурка осталась в промежутке между Дарьей и между нею. Она есть, она никуда не делась. Она из компании Фаберлик не ушла. Просто она не строит бизнес, но она с удовольствием пользуется нашей продукцией. То есть на протяжении многих-многих лет. А по центру стоит эта Ирена Валентиновна Лукьянова. Тогда она просто нам выдавала продукцию. Была региональным директором. Сейчас она директор по продажам на регион Сибири, на регион Урал. И мы до сих пор с ней дружим. Это действительно, это тот человек, на которого я равняюсь, которого я люблю. Верхнее фото это я стою в зеленом шарфе. Да, фото видите какое интересное. Нам как раз тогда приезжали из Москвы, приезжал менеджер региональный из Москвы. И она нам рассказывала, что такое бизнес. И у меня вот эти талмуды, тетради есть. И я тогда впервые услышала, что такое бизнес. И я впервые поняла, что я ничего не понимаю. Потому что она говорила на языке бухгалтера, на языке эксперта, на языке профессионала MLM индустрии. Она говорила на языке экономиста. И я тогда подумала, господи, а я все в баночках, а я все в кремах, а я, мы еще тогда называли кремушки, неправильно. А еще я в духах, в клиентах. А я про бизнес-то вообще ничего не знаю. Я просто записывала, опять штудировала, для того, чтобы потом прийти и где-нибудь найти этот материал, дополнительную литературу. Чтобы вот хоть как-то, как-то, знаете как, в этой дополнительной литературе прочитать те слова, которые я записала. И также я проходила тренинги у Олега и Светланы Заварухиных. Эти тренинги были повышение, повышение мастерства, школа повышения мастерства, где нужно было идти от 600 баллов в первый курс, потом от 600 до 1000, потом от 1000 до 1500. И вот они нам давали определенные курсы, определенные технологии. Сейчас мы даем вам это в онлайне. И эти курсы есть. И поэтому вначале путь вы сейчас новичков проходите, а дальше уже вы пойдете другим путем. И это вот наша группа и много мужчин, и мы все вместе обучались. И теперь давайте посмотрим еще, сколько я прошла обучений. И я вас познакомлю. Формирование личности у меня происходило. Потому что действительно вот я была другой. Новый процесс у меня начался. В 2003 году обучение Международной Академии Лидерства в Москве у Софии и Марка Атласовых. Как раз буквально вот 18-го и 20-го София и Марка Атласовы приезжают в Челябинск. И те, кто не из Челябинск, кто в Челябинске, я рекомендую всем поехать и не пожалеть денег. Потому что это те люди, которые дали настолько много. Мы приезжали туда, и одна неделя стоила тогда 20 тысяч. За неделю мы отдавали только за неделю. Это тогда. Да, и таких было 5 курсов, и мы получали диплом. У меня до сих пор сохранился диплом, который я не закончила. Но у меня до сих пор сохранился диплом в сессии. И тогда я начала понимать очень многое благодаря этим людям. Но у них обучались все сетевые компании. И сейчас Дарья сбрасывала в чат, может, есть возможность онлайн проходить их обучение, которое они будут давать. До 20-го вот Дарья будет на этом обучение. А 18-го и 20-го можно в онлайне посмотреть Софи и Марка Атласовых всего лишь за 700 рублей. Вообще смешные деньги. А я вот тогда познакомилась с ними. В 2002-м, 2004-м обучение на школе повышения мастерства. Вот у Заварухиных Олега и Светланы. В 2005-м тренинг создания эффективного бизнес-группы, технологии и методики. Обучение от компаний Фаберлик это было. В 2006-м году тренинг, результативные переговоры и эффективное заключение сделки у психолога и бизнес-тренера Ирины Бочкаревой. И все это было платное. Я инвестировала свое обучение, я инвестировала свой мозг. Я вкладывала деньги в свое развитие для того, чтобы стать профессионалом. Я не столько строила бизнес, сколько я развивалась внутренне много лет. В 2006-м году технический трехмесячный курс формирования и развития лидерства, косметология, визаж, имидж, технологии продаж и рекрутинга, проведение презентации промоутерства, командообразования и лидерства, организации и проведения мероприятий, публичное выступление ораторское искусство. Представляете, вот все, что я получала тогда, потом отрабатывала на своем опыте, именно сейчас это мы вам даем и на нашем сайте обучающем, и на вебинарах мы отдаем вам тот материал, тот багаж, который мы не просто выучили, не просто пошли, а которые, да, даже скинула, спасибо, а которые мы просто-напросто переработали уже на себе. Давайте быстренько глянем далее, прям тороплюсь, буду стараться торопиться, а то видите, насколько вас задержало. Ну, давайте, двигайся. Вот как раз в левом углу это как раз Марк Атласов, это мы были на банкете в Москве, я справа, слева моя коллега и подруга из параллельной структуры, правое фото это справа Дарья Титова, вот такая вот она уже такая, она уже как раз директора открыла, и была возможность приехать и познакомиться с Ириной Валентиновной, это Ирана Валентиновна в центре, я беленькая, а слева это мой старший вице-директор Тимофеева Надежда, сейчас Надежда, фамилия у нее Патюк, она есть в нашем чате, она живет в Германии, ее структура осталась в Миасе, она работает, вот эта Надежда сейчас заканчивает курсы косметолога в Германии и будет прям вот прям расти и именно там строит бизнес, потому что там без курсов косметолога не разрешены ни продажи, ни косметология. Марк Тишман, это мы были на мероприятии, это Александр Дованков, это второй человек, который открыл нашу компанию с Алексеем Геннадьевичем Нечаем, сейчас вот такое фото у меня прям на память осталось, обожаю его Александра Дованкова, сейчас он строит другой бизнес, нас они поделили с Алексеем Геннадьевичем, слева это я вот такая смешная в зелененькой курточке, видите, с приплюснутой головой вот такая я еще была, это преподаватели из Международной Академии Лидерства, это была наша поездка, круиз на восьмипалубном лайнере с Марком и Софьей Атласовых, то есть это была моя первая поездка такая за рубеж, мы побывали в Финляндии, это вот я такая смешная, потому что я умею смеяться и шутить, и мы разные сценки делали, я и пою на украинском, и умею плясать на украинском, всякие делали, и вот этот вот такой вот, знаете, как отелло, это тоже я, это вот я такой отелло в черной маске, колготки у меня одеты, мы делали сценку отелло и дездемона, дездемона с ножками открытыми, это мой наставник Лысенко Александр, это было очень смешно, он в женской одежде, а я в мужской, мы придумали, знаете как, помимо того, что мы работали и строили бизнес, мы еще делали нашу жизнь красочной, потому что любое мероприятие, на которое мы приезжаем, мы делали какие-то представления команд, и всегда вот именно наша команда придумывала вот какие-то, знаете, такие интересные сценки, которые именно про Фаберлик, про нас Фаберлик, но именно на какой-то вот, вот знаете, как на какой-то сценке именно, вот вверху отелло и дездемона, были у нас еще и козлики там, и мама, и семеро козлят, было у нас, знаете, как вот внизу, видите, также ангел и демон, демон это вот, который рогатый черт, это наш наставник Алексей, Лысенко Александр, я маленькая, ангел вон там есть, справа, видите, это я вот играла сценку тоже, вы все его знаете по телевидению, то есть, в общем, я смешная, я люблю смеяться, я люблю шутить, я люблю танцевать, я люблю шебуршить, но я и могу быть строгой в бизнесе, но в любом случае, жизнь сетевого, это не, это и работа, это и интересная жизнь, когда мне говорят, ты не устаешь от своего Фаберлик, а я так думаю, как я могу устать, да, и отдыхали, и корпоративчики, и многое другое, но ведь можете, знаете, как, вот сейчас много стран у нас, ведь если вы создадите команду не только в онлайне, а создадите команду еще и там, где вы живете, то вы можете стать той, вот знаете, как Татьяной Курячей, но не Татьяной Курячей, например, Оксаной Вольман, или Анастасии Аржиковской, правильно произнесла фамилию или нет, вы можете тем человеком стать, который объединит вокруг себя свою команду и точно так же по нашему опыту будет двигаться вперед, ведь это никто не возбраняется, интернет только в помощь, интернет это дополнительный ресурс, а вот жизнь, жизнь, у меня жизнь Фаберлик, я не устаю от Фаберлик, я не устаю от работы, да, нет, я, конечно, не, знаете как, я не какой-то волшебник, я тоже бывает где-то и физически устаю, и морально устаю, и обиды какие-то есть, и слезы бывают, не без этого, я нормальный человек, нормальный, адекватный, обычный человек, но я живу именно этой жизнью, потому что, когда я живу, то здесь все взаимосвязано, мои друзья, Дарья Титова, например, это мой близкий друг, это практически моя дочь, мой партнер, это те люди, с которыми мы прошли очень многое, через трудности, через достижения, через радости, через рождение детей, люди соединяются вместе, именно в сетевом, это как, знаете, как вторая семья становится, кто-то говорит секта, я говорю, нет, это не секта, это просто определенное сообщество, которое мыслит в одном направлении, сетевой это то сообщество, в котором вы начинаете видеть и чувствовать себя другими, когда вас уважают, когда вас ценят, когда вы видите разницу, что вы можете стать другими, что вы можете вырасти. В 2007 году семинар профессионализация, лидерство, разновидности психотипов людей и методы сотрудничества с ними. 2007-2013 год, проектные сессии по повышению уровня компетенции, созданию проектов развития меняемой структуры, запуск проектов по организации и исследованию новых территорий, новых бизнес-процессов. Именно Борис Маркович Островский, это методолог из Москвы, из Сколково, он специально к нам приезжал, каждый гол, ломал нам мозг и говорил, прыгай. Я говорю, да как прыгать, я не понимаю, я не понимаю, стою на месте, он говорит, прыгай. Я говорю, да как прыгать, на месте что ли? Он говорит, да не на месте нужно прыгать, а прыгни выше себя, сделай что-то такое, создай что-то такое, которое возьмет и изменит всю твою жизнь. Вот он меня научил прыгать через свои страхи, через свои какие-то думания, что я не смогу, через то, что у меня не получится. Он дал мне веру в то, что только зависит от меня. Даже не от наставника, хотя огромное количество, и Олег, и Светлана, и Александра Лысенко, и Вера Борисовна, наставники, вышестоящие, все вокруг меня помогали, рассказывали, помогали, обучали, но не они сделали меня, они меня сформировали через обучение. Ой, а Борис Малкорович просто ломал. Я ревела, вы не представляете, как я рыдала, потому что я не понимала, о чем он говорит. Он говорил уровень компетенции, уровень профессионализации, он говорил на том языке, на котором говорят президенты России, на том языке, на котором говорят бизнесмены. А я привычная, обычная женщина, мама, жена, я не понимала этого языка. И я опять записывала. Я просто записывала, и потом искала в интернете, что значат эти слова. Я просто приучала себя к этому языку. Сейчас, когда я слушаю, например, Путина, я понимаю, о чем он говорит. Когда я слушаю депутатов, как они обсуждают уровень компетенции, Саню, стратегия и многие другие слова, я просто понимаю, о чем они говорят. А тогда я не понимала. И я понимаю, как прыгнуть выше своей головы, как сделать, создать что-то свое. Но именно Борис Маркович Островский вселил мне это. Идите на сложные тренинги, не бойтесь их. Потом я проходила тренинг в 2008 году психологии женщины в бизнесе, потому что соединить маму и женщину-бизнесмена это тоже очень сложно. И есть книги такие, которые можно есть в психологии женщины в бизнесе. Читайте эти книги. Изменяйте себя. 2002 по 2008 год прохождение различных психологических тренингов, формирование себя, специализированных школ и посещение различных тематических семинаров. 2 февраля 2008 года открытие первого представительства от компании Фаберлик в Миасе. Официального сейчас у меня 38 квадратных метров. 2 февраля 2013 года открытие второго представительства от компании Фаберлик в Миасе. Сейчас я его закрыла, потому что оно было нерентабельно. Даже такой момент. Открываешь, вкладываешься, понимаешь нерентабельно, закрываешь и вкладываешь свои усилия в другое. В поездке и путешествии я побывала сейчас, вот тут написано 8 стран, уже не 8, уже 12 стран в моем багаже. Это я из старой презентации вложила уже 12 стран и планирую дальше ездить. То есть я сейчас коллекционирую страны, я коллекционирую украшения из этих стран. Я знакомлюсь с другими людьми, пробую другую пищу. Я изучаю историю этих стран, потому что для меня это очень важно. Я много где побывала. Я несколько раз, всего 12 стран, а в Турции я побывала, наверное, дай бог, чтобы не соврать, наверное, раз в 8. Причем я раз в 8 там была и посещала разные экскурсии. И с Дарьей мы были вместе в Турции, ездили в Стамбул. И это был подарок на открытие квалификации Дарьи Титовой, директорство. Это был подарок, вывоз, ну как вот, возможность съездить на такую экскурсию, потому что экскурсия дорогая была. Не устаешь, думаешь о работе и днем, и ночью. Голова работает постоянно, где и что можно применить, что и куда отправить. Но не до фанатизма, конечно. Конечно, Оксана, никто не собирается и никто не говорит быть фанатом. Обязательно должна быть и семья, и друзья, и обязательно это. Но и Фаберлик, он, знаете как, как та работа, как та возможность изменения вашего будущего. Конечно, знаете, сколько дал мне Фаберлик? Он мне дал очень многое. Я не росла долгое время, я не поднималась, я изучала. И я, конечно, мне было обидно, что я не расту. Но я теперь понимаю, почему я не росла. Я подготавливала себя к тому новому прыжку, о котором говорил Борис Маркович Островский. Тот новый прыжок, рывок в интернет. И тогда я потом начала изучать, уже вместе с сыновьями мы начали изучать, именно как работать в интернете. Я не могла ни на одну кнопочку нажать. Я не понимала, что такое SEO-оптимизация. Я не понимала, что такое лендинг. Я не понимала, что такое одностраничник. Я не понимала, что такое соцсети. Я ни в одной соцсети не была. Я не знала, как работать в Инстаграме. Я не знала, как создавать блоги. Я не знала, как записывать видео. 5-минутное видео я записывала целый день, какие-то 2-минутные видео я заформировала в течение полдня, я ночами это делала, я обучалась тому, что как теперь, не просто я брала свой материал, который получила, и его выкладывала в обучающие материалы, и записывала видео, и начинала продвигать свой бренд именно в интернете, вместе с сыновьями. Мы начали проводить именно продвижение моё, блог и многое другое. Сейчас, если набрать фамилию Куряча в интернете, вы найдёте, где только меня нет. И многие уже сейчас, когда я приезжаю на какие-то мероприятия Фаберлик, ко мне подходят консультанты, директора, даже в Доминикане драгоценные директора подходят и говорят, огромное спасибо тебе, Татьяна, за твой материал. У меня директора выросли на твоём материале. Они изучают тебя и растут, и делают квалификации. И я думаю, во, блин, другие-то растут, а почему мои не изучают мой материал? А я говорю, а почему мои изучают, например, и не делают квалификации? А они говорят, потому что они видят тебя каждый день, и они просто это не делают. А наши настолько доверяют тебе, вот ты говоришь, надо сделать первый шаг, они берут и делают. Ты говоришь, нужно следующий шаг, они берут и делают. Ты говоришь, третий шаг, они берут и делают. И огромное множество подходило ко мне, директоров и драгоценных, и говорили, вы наш первый учитель. Благодаря вам я сделала квалификацию. Буквально вот в Москве мы были вот в этот раз на 20-летие, Дарья не даст соврать, подбежала ко мне девушка-директор, которая, увидев меня, начала плакать. Я говорю, что вы плачете? Она говорит, у меня была мечта попасть на этот форум, А вторая мечта – увидеть вас. Специально для вас я вязала на руках крючком прихватки. Это маленькая благодарность, тепло моих рук и моего сердца для вас, чтобы вы на кухне пользовались этими вещами. Вы пользовались и вспоминали меня, потому что только из-за того, что я обучалась на ваших видео, я сделала квалификацию. Я слушала каждое ваше слово, вникала. Вы для меня не просто учитель. Вы меня сформировали. Знаете, как приятно такие вещи слышать, потому что вот как только начинаешь бренд делать, страшно и жутко, много что не получается. Но постепенно, в течение… Вы знаете, это было 5 лет назад, когда я сделала свой первый шаг в интернет. После этого мы уже нашей командой, Курячий Алексей, Курячий Павел, Курячий Максим, Титова Дарья и я, когда мы начали придумывать, создавать наш проект Faberlic Project, когда мы думали, что должно быть у нас, какой у нас должен быть сайт, какие пошаговые действия, какие обучения, как это должно происходить. Потом мы дорабатывали систему рекрутингового сайта, как должно все внутри выглядеть, как работать должны воронки, что должно происходить внутри, как это должно происходить, это создавали мы все вместе. Мы с Дарей ночами, каждый день с маленьким ребенком, беременная она, но эта Дарья тоже расскажет, как ей было сложно, но она как мыслительный, знаете, такой путь проходили, ругались, ссорились, штурмили, для того, чтобы сделать вот это детище, которым вы сейчас пользуетесь, которым вы просто нажимаете кнопочку, вам приходит пароль и вы этим пользуетесь. Мы это создавали больше, наверное, месяцев 8 мы это создавали, и потом в 5 рук мы все, в течение полугода мы это вносили все вовнутрь. И рекрутинговый сайт, и обучающий наш проектный сайт. Потом у нас родился сайт для новичков, которым вы сейчас пользуетесь. Все это создавалось, и сейчас формируется дальше наш проект, который дает больше и больше и новые результаты. И я знаю точно, что скоро и много еще добавится, потому что прошло 2 года, как наш проект стартанул. И благодаря этому, как мы стартовали, стартовали, как мы вот вместе с командой сделали шаг и создали чаты, вот, мы не можем остановиться. В 2000, ну я говорю, я не могу остановиться, мы не можем остановиться. В 2013 году обучение интернет-продвижению курсы, создание площадок обучения, блога и наработку по моему бренду. В 2015 сентябре мы официально были, мы были в Сочи на форуме компании. И в сентябре мы запустили наш закрытый обучающий сайт для партнеров и новый проектный сайт с готовой системой интернет-рекрутинга и вообще со всей экосистемой внутри. Да-да-да, я тоже сейчас только все это изучая, полгода назад только играла в интернете. Вот, Оксана, думала, что так нужно. Анастасия пишет, Оксана, Фаберлик должен быть стилем жизни для всей семьи. Правильно говорите? Мы здесь работаем для семьи, чтобы сделать свою семью и жизнь наших деток такой, какой мы хотим. Какие правильные слова говорите, Анастасия? Абсолютно верно. И никакой получ... И не поняла последние фразы. Мы что-то думали, что-то написали. Оксана, к сожалению, Настя, и говорю так, нравится, что сутки готова работать, как знания применить. Да, что говорить у моих сын... У меня сынок включился, собрал заказы у одноклассниц. Вот, видите, какой результат? У меня также дети росли на Фаберлик, и теперь мы вместе. На сегодняшний момент у нас все движется, все растет. На сегодня я рубиновый директор и держу этот статус. Вы знаете, что благодаря этому, что квалификация от золота, я была в Доминикане, подарочная поездка, которая на одного поездка от компании стоит 170 тысяч на две недели, где все включено. Сейчас первая линия моих директоров. Курячий Максим Серебряный директор, Титова Дарья старший директор, Курячий Павел старший директор, Курячий Алексей старший директор. И уже сейчас у каждого директора в моей первой линии уже на подходе несколько людей, которые вырастут до директоров, и Дарья, и ребята сделают новые статусы, новые квалификации, потому что даже вы, кто вы новички пришли, вы уже пошли в тот путь бизнеса и достижений. Второе поколение это Ваня Нанеля старший директор, Пушкина Наталья директор, Дадаяна Леся кандидат директора и Мамонтова Оксана кандидат директора. Им осталось несколько периодов, они подтвердят, и будут уже новые статусы во втором поколении. И много, огромное множество лидеров и старших вице-директоров уже есть в нашей структуре, которые в скором времени тоже достигнут квалификации, и пополнится наша команда новым директорским корпусом. Я точно понимаю, что именно вы, дорогие, дорогие консультанты, новички, вступите в этот путь и точно начнете двигаться вперед и достигнете высоких статусов. Сейчас слайд открою следующий. Потому что, знаете как, когда есть внутри сила желания, когда есть внутри то, что нами движет, то никогда не остановится тот человек, который идет к своим желаниям, к своим достижениям. Все только впереди. Нет бесстрашных людей. Все боятся. И очень часто мы идем, вот кажется, вот как, вот знаете, как по этой тоненькой струнке. Тоненькой при тоненькой в любой момент можно сорваться. Но есть только те, кто просто не идет впереди. То есть нет бесстрашных людей, но есть люди, которые не идут вперед. Поэтому станьте бесстрашными. Может быть, такими, как я. Идите вперед. Я вам гарантирую, что если вы будете делать пошаговые действия для достижения своих результатов, для достижения своих целей, своего счастья и великого, знаете как, великой радости, то тогда вы точно добьетесь высоких, огромных достижений. И я думаю, что даже больше, чем я. Я буду счастлива, когда в моей структуре появятся генеральные партнеры, потому что именно генеральный партнер зарабатывает каждые три недели более миллиона рублей и имеет только бонус за эту квалификацию, только за эту 55 миллионов. Поэтому почему нет? У вас все впереди. Спасибо вам за ваше внимание, роста, достижения и великих, великих побед, коллеги вам!